Привет и добро пожаловать! Я Джейн Хьюстон-Джонс из лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния. 2009 год, Международный год астрономии. Каждый месяц этого года мы показываем какой-то замечательный вид звездного неба. В этом месяце у нас туманность Андромеды. Когда вы смотрите на звездное небо в октябре, вы с легкостью можете увидеть такие объекты Солнечной системы, как Юпитер и Луна. Вы можете также увидеть звезды, а также клубки и узлы туманности и Млечного Пути. Но знаете ли вы, что можете своими глазами, без использования телескопа, увидеть другую галактику? Туманность Андромеды – самый далекий объект в небе, видимый невооруженным глазом. Это самая близкая к нам большая спиральная галактика, которую мы можем увидеть. Она видна даже при умеренной засветке, как туманное пятно. С помощью бинокля и телескопа наблюдатель может обнаружить все новые и новые детали. Астрономы наблюдают туманность Андромеды более тысячи лет. Первым отметил и зарисовал ее персидский астроном Аль-Суфи, который назвал ее «маленьким облачком». В 1964 году он опубликовал это и множество других наблюдений в своей книге неподвижных звезд. С 16 века многие астрономы переоткрывали туманность Андромеды, не зная о предыдущих наблюдениях. Симон Мариус впервые наблюдал галактику в телескоп в 1612 году, а в каталоге Шарля Месье она получила обозначение М-31, хотя Месье и знал о некоторых наблюдениях, выполненных до него. В 1887 году первая же фотография выявила спиральную структуру туманности Андромеды, и ее стали называть туманностью. В начале 20 века исследования Эдвина Хаббла доказали, что эта туманность расположена вне нашего Млечного Пути, являясь не просто звездным скоплением, но отдельной галактикой. Космический аппарат NASA SWIFT недавно получил снимок высокого разрешения в ультрафиолетовых лучах. SWIFT обнаружил около 20 тысяч ультрафиолетовых источников в туманности Андромеды, среди которых горячие молодые звезды и плотные звездные скопления. Космический телескоп NASA Spitzer, исследователь эволюции галактик и рентгеновская обсерватория Чандра также наблюдали туманность Андромеды в инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучах. В дополнение к туманности Андромеды в этом месяце вы сможете также поймать замечательный вид нашей собственной галактики. Обе галактики сейчас прямо над головой. Но если далекая туманность Андромеды видна как овал в созвездии Андромеды, то Млечный Путь протянулся по всему небу, с востока на запад. Это и есть самый впечатляющий вид безлунного неба в этом месяце. Возвращаясь к Солнечной системе, Юпитер, король планет, правит в западной части неба, а Марс будет восходить незадолго до полуночи, ближе к концу месяца, раскрашивая ночь цветом тыквы на Хэллоуин. Чтобы узнать больше о миссиях НАСА, зайдите на сайт www.nasa.gov. Это все на текущий месяц. Я Джейн Хьюстон Джонс.